Сегодня в выпуске. У Инстасамки вздулись губы. Как такое произошло? Луна Ком хотят посадить за тесное общение с Леоном Кемстач. Макан нашёл себе новую девушку. Дошик прокомментировала слухи о своём молодом человеке, а Лизагуб вновь намекает на расставание с Анитой. Всем привет! И это канал ОК Блогер. Сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчиком. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся. Подобнее и погнали! Влад А4 и Юля Годунова очень сдержанно показывают моменты язычной жизни и в особенности всё, что касается дочери. Оливия ещё только два месяца, но она уже перенесла свой первый полёт на самолёте. Вряд ли девочка вообще осознавала, что происходит, тем более, что весь полёт её пытался отвлекать заботливый папа-блогер, милым видео с которым Юля поделилась с подписчиками. Они, кстати, полетели в Минск, где живут их родители, и там состоится первая встреча бабушек и дедушек с новорождённой внучкой. Акулич тем временем укатила в Дубае и не одна, в аэропорту её заметили и в компании друга Макса. Скорее всего, это просто отпуск или рабочая поездка, но все до сих пор думают, что она хочет отвлечься после расставания с молодым Платоном. Подписки в соцсетях так и не вернулись, да и любое упоминание в комментариях про расставание начали блокировать. В новом ролике ещё заметили большое количество коробок с вещами, как при переезде. Хоть и все думают, что эта история нужна для хайпа, для продвижения нового трека, мне лично кажется, что их отношения прям реально закончились. Заметьте, что они намеренно не провоцируют слухи, пытаются наоборот всё скрыть и уйти от ответа, а это уже о чём-то да и говорит. Прямо же на расставание пытаются намекнуть Лизагуб и Анита. Пару недель назад парочка уже опровергала подобные мысли. Но тут вновь пошли слёзные видосы о Джене, что ему нужно погрустить и привести мысли в порядок. На многочисленные комментарии про свою вторую половинку он не отвечает, хотя ранее всегда шёл на контакт. А также в телеге два дня назад отметил, что вновь наступил на те же грабли, но к чему это относится не пояснил. Они тоже публично не плачут, зато снимают видосы под трек Пуси Бой, сами понимаете с каким смыслом. Ну и без грустных видосов тоже никуда. Вот тут как раз стоит сомневаться, не хайп ли это. Было уже много ситуаций, где они создавали такой шум вокруг себя. А потом выходили с кружочками к аудитории и заявляли, что их просто неправильно поняли. В личной жизни Дошик подписчики тоже любят покопаться, особенно когда в её окружении появляется какой-то новый парень. Ранее с ней уже несколько раз снимал тиктокер Аершин, с которым она сразу заявила, что просто дружат. Но стоит ему через какое-то время вновь появиться в её квартире, да ещё с букетом из денег, который явно был реквизитом, и вновь начали приписывать роман. Даша решила окончательно поставить точку во всех этих слухах и записала большое видео, обозначив, что сейчас у неё никого нет. Также она добавила, что не ищет себе богатого папика, как многие могли подумать по её видосам. Все провокационные вещи и высказывания про потребительское отношение были сказаны лишь для контента, А в парнях она ценит совершенно другие вещи. Да, молодого человека у меня на данный момент нет, и я не рассматриваю это, если честно. Поэтому не стоит верить всему тому, что я делаю в интернете. В жизни я могу оказаться совершенно другим человеком. Подарите мне майбах, и я стану вашей. Это не так работает. Я ценю три важных фактора в мужчине. Его ум, его поступки и его отношение ко мне. Внешность, мне всё равно. Внешность, камон, посмотрите на моего бывшего. Ну, он далеко не красавчик. У рэпера Маккана представления о девушках в реальной жизни тоже сильно разнятся с тем, что он говорил на своём интервью на вписке. Андрей в соцсетях уже не скрывает, что в данный момент состоит в отношениях с 22-летней моделью Машей Мотиной. Её точно могут знать зрители реалити «Невеста Экстра Любовь», куда она приходила в качестве одной из участниц. А сейчас смогла покорить сердце известного исполнителя, даже несмотря на то, что её страницы в инсте прям кладезь откровенного контента, который Маккан не приемлет. Но может он за это время пересмотрел свои взгляды и всё-таки 22 года, до полной зрелости там ещё далеко. Либо же влюбился в Марию настолько, что готов какими-то вещами поступиться ради чувств. Инстасамка неплохо так перепугала и одновременно развеселила подписчиков, опубликовав в своих аккаунтов фотки и видосы с такими губами. Как она пояснила в описании, недавно приняла для себя решение двигаться максимально натурально, поэтому полностью выкачала всю жидкость из губ. Такого размера не стали из-за отёка стандартная ситуация, но через пару дней он спадёт и всё придёт в норму. Учитывая, что Даша ранее ещё начала убирать филеры и прочие вещи из своего тела, искусственными у неё остаются только грудь и попа. Их-то она, как по крайней мере говорила на интервью, ближайшие 10-15 лет трогать не будет, если, конечно, не возникнет каких-то осложнений. Получается, что самка теперь как бы натуральная девушка, но с внушительными пометками. Мы всё же дождались этого. На историю романа или передружбы 23-летний Луна Ком и 15-летнего Леона Кемстач обратила внимание полиция. Из-за шумихи в интернете в различные инстанции на них поступали жалобы от общественных организаций, которые игнорировались. Но сейчас дело уже дошло до органов, так как в дело вмешался некий юрист Иван Мельников. Он подозревает Эвелину в педофилии по отношению к несовершеннолетнему актёру. Сотрудники будут обязаны провести проверку и в случае появления доказательств девушке может грозить до 8 лет лишения свободы. Но тут есть одно большое но, что скорее всего до такого не дойдёт. По-любому вызовут на допрос саму героиню, Леона тоже с родителями, а они уж точно не будут её топить. Скажут, что просто дружат, никакой романтики, а в интернете всё придумали и раскрутили. Печальные же новости об очередном расставании пришли от ещё одного актёра сериала «Слово пацана» Андрея Максимова, который известен по роли группировщика Жёлтого. Сегодня он, к сожалению, сообщил, что спустя почти 4 года разводится со своей женой Софией Сливиной, женщина старше его на 10 лет. Причины такого решения почти бывшие супруги раскрывать публично не захотели. От брака у них остался общий сын Сава, которого Андрей часто демонстрировал у себя в соцсетях. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале. Увидимся уже совсем скоро.